всем доброе утро матис день 8 возможно даже заключительный хотя возможно еще и будут и 9 серия с утра тут начал собирать пока руки чистые были потолок накинул ремни и обшивочки эти сейчас на свет врубить то что тут сильно темно обшивочки вчера шумку кинул сейчас от козыречки пойдут когда разбирался вот подматывал теперь берем распаковываешь а тут вот два болтика так самое плафончик взял а там вот болтик привязан то есть собирать легко во вторых когда в склад когда разбирал его я по мере носения запчастей с него снимал и ближе 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 то есть от заходишь берешь первое идешь ставишь рыться не надо в куче но и в третьих блин тут того салона салона нет вот потолок час козырьки шум кинул два сиденья салон собрал честно наверно салон подсоберу немножко а потом займемся мы вернее а потом трубу надо померить здесь труба что может быть с приколом если с ним с небольшим то а если из большим то что да ничего придется растягивать чую трубу сейчас короче дайте под соберу немножко и мы продолжим как я рад вчера что я споттером это все вытергал просто сегодня как-то уж не охота и ничего споттером работать машину со стапеля еще не снимал хотя можно снять со стапеля уже не лучше салон немножко соберу отвлекусь от этой всей рихтовки слесадки прошло два часа немножко тут собрал поставил трубу труба на самом деле не сдвинулась просто получилось что вот эта штука толкнула она тут тоненькая видите какое вот это перегнулась немножко и там немножко туда вошло поэтому поставил отбил подогнул все класс закрутил это я бил раскинул всю проводку подсоединил это у нас двери пока пока без дверей двери на скорость не влияют значит так тут у нас вырезанная сигналка немножко ну как немножко вот я два отрезал вот я 3 отрезал вот это два желтых не знаю это не я отрезал но я так понимаю наверное лидию нет это не диодик в общем я не знаю что вот это отрезанная то есть кое-что я вырезал кое-что отрезана я предлагаю сигналка вообще не ставить я поставил прибор панели панели или как его блин щиток так мы без фильтра заведем а кому сейчас легко накинем а хотел при вас завести посмотреть не бабах наверно зажигание было включено ну не знаю муж сама настраивается вот сама настроилась так нейтралка ну вроде тут все подсоединил кроме сигналки не знаю вроде реле на сигналку не нашел поэтому я думаю она и без сигналки заведет с предохранителей сигналки по вытягивал пробуем чайка видите не ошибок не физика все класс все работает даже если замкнуть сигнал должен быть так не пугайтесь что без фильтра мы немного тут тут не пыльно а то сейчас ноги без фильтра завел все есть машина работает ладно выключай это радует значит спаны значит здесь всю проводку хорошо подсоединили в смысле угадали я делал то что на камеру на эту нафоткал десятка два фоток как что идет а начал смотреть а в общем как камера не воспроизводит почему-то фотографии которые сейчас записаны на ней бред какой то то есть на камере там набрал штук 100 фоток а я вижу только вопросительные знаки есть все аккумулятор отсоединяем и в принципе дальше можно собирать проводку аккумулятор уберем значит так сигналку нафиг его знает сигналку смотрел еще колокол вырезан где-то проводка с колокола здесь идет отрезанная как будто взяли его отрезали где что-то на вот она вот это по идее колокол так было или подсоединить ладно сейчас наверно подсоединился что отрезал хотя тут я только отрезал раз два и три а дальше подвяжу ее а дальше потом человек уже сам определиться вот это что отрезана фиг его знает ну не знаю не знает вот я отрезал что ж такое желтая может и а это походу двери да точно это дверь ладно подсоединю уж я тут немножко собираю сигналку подсоединил такую фигню обалденную увидел хотел колесо ставить машину со стапеля снимать потом знаете взял так чуть-чуть подергал уверяя не подергал хотел повернуть вот сюда надо смотреть вот сюда надо смотреть наверное не видно вот да если подсветку врубить если камеру зафиксировать вот этот палец шаровой опоры нижней так в поворотном кулаке разбил дырку что но теперь все болтается жопа короче по ходу поворотному кулаку а машина проехала 400 километров прикиньте как она ехать будет сейчас фонарик пробую ухо вот так оно тут что-то прикиньте как она болтается жесть она и туда болтается туда-сюда да собираю зажал скобу на поворотном кулаке что есть силы но она блин если честно очень легко очень начала поджимать поджиматься то есть она там зажата не было или от удара здесь что-то повредило и меняли может даже стойку на бушную потому что это не такая как с другой стороны и забыли закрутить или фиг его знает теперь у нас есть только этот шар подшипника теперь только подшипник болтается ну такого уже ну он есть там но на шаровой но уже меньше гудит подшипник потом поменяется я сегодня почти не снимал поэтому взял в руки камеру поснимаю время 4 я понимаю немножко мы не успеваем сегодня ну я не успеваю я полностью собрал панель здесь кожуха нет он разбитый лежит его ставить не будем рамка на мотофон тоже по моему где-то ее видел в общем собрал салон все тут четенько все проконтролировал салон готов созвонился с хозяином хозяин попросил сюда кинуть на эту дверь только только замок но я уже ручки кинул чтоб открывать закрывать дверька немножко как бы при открывании подпрыгают пусть попрыгают стеклом нагрузится хотя все равно ее снимать это так абы до малярки доехала дверь с теклом картой нагрузится вообще классно будет так просветок нигде нету я тут посмотрел полазил все классненько все классно 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 вот такой у нас вырисовался зазор многие писали что завода они кривые идут ну блин мы стараемся делать чтобы у нас были ровные многие писали что если у мати за ровные зазоры это значит он битый может быть не знаю но вот ровный зазор красивый получился зазорчик полностью ровный аж до верха идет ну я как тогда показывал вверху как бы уменьшение идет между рамками вообще не влияет на функциональность машины и этой двери тем более зазор я делал 5 миллиметров я его пощупал выставлял скучно мне было так здесь я смотрю у нас дверь вот так заворачивают а порог у нас идет ровный интересно как на самом деле должно быть здесь накладка прилепится порога поэтому никто не увидит нет это наверно скорее всего дверь идет с изгибом опор а да вот не знаю видно сейчас видно не видно порог их порог порог идет выходит наружу но когда соберется как бы знаете никто никогда это не заметит да вот и порог порог должен быть за воротом он у нас ровный это ни на чё не влияет кто-то просил с ними накладку посмотри если коррозия люди зачем мне снимать накладку на двустороннем скотче она на клипсах сейчас сломаю клипсы сорву это двусторонний скотч ради чего ради того чтобы показать вам дверь я не хочу ерунду и страдать фигню это фигня честно вот честно слово вообще попросили задний бампер снять показать что там что-то хотел я вам сказать сейчас я подумаю панель поставил салон поставил двери матизы а кто-то писал пороге нету отверстий нету по месту просверлен нету у нас накладок мерить так же как и на и дверь у нас идет без отверстий если честно за мной герметик или стекольный вот видно двухсторонний скотч он двухсторонний скотч и не надо там те дырки нет по месту кто будет накладку устанавливать просверлить под дверь накладку дверь под накладку и порог тоже осталось ерунда осталось немножко можно под собрать сейчас будем под собирать вот что я хотел вам показать я сам удивлен я даже не знаю почему это произошло может то что зажал ту шаровую поворотный кулак с колесо поставим в общем у нас колесо ни фигасе уже не заваленная у нас стоит почти полностью ровно колесо но но конечно стоит не строго вертикально немножко все равно под завал идет но он и должен быть маленький подзывальщик то есть у нас уже у обалденно стоит колесо может быть еще конечно чуть-чуть надо его вывалить но я не уверен даже что и надо я сам удивился когда снял как-то в бок или суток нырнул нырнула люфт есть может действительно что поворотный тайне ну поворотный кулак там не могло как раздолбать ладно не важно занимаюсь мордой еще два часа рабочего времени есть принципе может успеющую морду набрать а потом были перегоним вон туда подобрался крылу и здесь нужно кидать монетку понимаете монетка нам надо здесь надо понять выставлять по этому конту или поэтому потому что если поэтому судить то надо нам на три миллиметра поднять крыло если по этому а если поэтому то уже этот кантик выше до пол миллиметра к черной этот и получается если я сейчас здесь вот у меня совпадет то здесь нифига себе будет криво а если здесь сделать вот ровненько вот вот как бы вот так вот ровненько тогда здесь нифига себе будет криво знаете какая петрушка надо вот угадать нам этот момент поэтому даже не знаю как поступить по какому кантику в общем выставляют что-то между ними тут туда тут туда как-то так сейчас будем угадывать я так понимаю это последнее видео по матизу все закончено все пока все есть еще пару мелочевок надо полезть в яму достать гайку прикрутить на колесо потому что она в яме и надо сейчас там будет ураган сейчас наверно там будут ураган пять вечера тут что-то метет темно вот там пыль пыли в общем сейчас что-то будет гайку достать просверлить отверстие под крыло никак я его не просверлю нету там в пороге отверстия его не было и я еще не просверлил оттуда гайку прихватить и оттуда я когда варил кое-где прожег точки оттуда надо немножко обчистить и погрунтовать то есть один моментик второй моментик три моментики все и все 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 вот так крыло поставил видно как ниже чем это а здесь видно как выше чем это но на самом деле и она чуть усела сейчас его надо приподнять будут здесь сравнять а здесь будет вот здесь будет вот так вот так на миллиметра два до трех выше чем здесь я делаю эту линию ровную 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 а на эту ну а это не получается ровно поставил бампер поставил подсоединил фары у фары одного крепления там нет но я думаю человек да и это там или фара другая будет или припаяет или прикрутит бампер будет делаться я так понимаю он просто разорванный разорванный там немножко порванный человек сделает эту штуку не знаю мне кажется надо ее поменять здесь вся некакущая и у нее какой-то молодец сейчас какой-то молодец вот там вот сеточку припаял четыре маленькие такие сеточки даже по кругу не паяли железочку он там припаяли она она нифига здесь не держит поэтому так и торчит подгоняли не торчала когда подгоняли она еще хоть как-то держалась там а потом в итоге после всех их снял поставил снял поставила на и отпала много люди спрашивают говорили что это с ними порог там дырки будут люди дырки там дырки не снаружи также их нет также все красиво зачем менять порог если он на ездовые качества автомобиля не влияет глупость говорить конечно там будут дырки конечно там по уму надо менять порог и усилитель менять но это лишнее денежное вложение нафиг а ну кому-то надо все поставил поставил аккумулятора соединил еще раз заводил дворники проверял вот видно как пошкрябало стекло ай-яй-яй дворники проверял поворотики проверял свет у нас один есть дальней ближний здесь лампочки нет все закрывается открывается ригелек немножко подкрутил потому что ну очень свободно закрывалась вообще понты понты пальчиком надавил закрылась теперь вот сантиметров 10 один зазор ровный ровный другой зазор другой зазор ровный ровный может конечно на полмиллиметра и меньше чем здесь в принципе или она просто так кажется черная с красным капот у нас конечно страшноват но ни на что не влияет вот так вот все выглядит в закрытом состоянии принципе мне мне нравится меня устраивает бампер прикручен здесь клипсы поставил не было свои поискал нашел слоноса прикрутил это мы сделаем дверьки открываются закрываются все сегодня не хочу ничего делать уже 555 часов вечера завтра закрутим гайку просверлим болтчик поставим может гайку приварим зачистим загрунтуем и моя работа машине кончен кончилось перегоним ее в склад пусть в складе стоит человек за ней при сегодня у нас вторник до вторник а человек за ней приедет субботу то есть она еще у меня постоит несколько дней завтра я машину сюда никакую загонять не буду завтра я буду убирать потому что здесь такой борделе здесь поубираем по убираю и складе бы убираю чтоб чистенько было и это все надо на металлом вынести другой гараж ну в общем вот такой план на день завтра заниматься уборкой это что показалось здесь рамка поломана не не поломана всем пока вроде по ней больше ничего вам рассказывать не надо и нечего стекло будет ли меняться конечно будет а может и не будет поможет и будет а может и не будет это не мне решать хозяин сам решит многие говорили что это проще другой матис купить чем этот делать да вы ни черта просто не понимаете в это в ценах на автомобиле и в наших расценках вот ни черта не понимаете если так говорить о резинку забыл поставить а я и бак опор ничего не понимаете все ну выгодно было делать кстати кто-то написал это твой матис признавайся нет это не мой матис это матис клиента всем удачи всем пакета счастья здоровья вы просите часто показать как выглядит машина после покраски а вот так прикиньте только дверь у нас к темно-красная такая и крыло такое темно-красная и колпаки и резина накремленная и машина чистая вот так она выглядит запомнили посмотрели красиво красиво всем пока счастья здоровья увидимся на днях завтра нет может а лайк канале увидимся удачи